МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 21-я година. Час подсамывать головные подеи дня у объективе. З вами Юрия Лабанова. Витаю с подарства. Проект новой конституции. Референдум. Главное мое условие исхода из власти в стране мир, порядок, никаких протестных действий. Что еще анонсовал Лукашенко на Усибелорусском народном сходе. Выники масштабных асоцапытаний на передатне сходу. Ци варты меть довер. Центр АКОМ зявился в СМИ в 2004 году. И основным его имя являлось тогда, когда нужно было подтвердить высокий рейтинг, высокий довер до Александра Лукашенко. Посмотрел все это 4 часа и слышу только одну ложь там. Вранье и ложь. Ничего, кроме... Никакой правды там нету. Кроме одних слов, что он эту власть не отдаст. Мы против, чтобы вместо людей решали какие-то неизвестные люди. Мы хотим сами за себя решать. У Вильни зладили открытый микрофон. Белочервоная белая стеги, ды файеры, сигналы и пикеты, плакаты и звороты у садсетках. Гэтак белорусы демонстрывали свое ставлення до Усибелорусского народного сходу, что распочался сегодня в Минску. Подробясь дня проявы грамадянской позиции, да перешкодах им Ирина Дрофийчук. Так состракали Минчуке у дельников сходу, яких у Палац Республики звозили с самого ранку. Каптрапить на мероприемство, шмат кому довелося проехать сотни километров. Нет, чтобы детей из детских домов отвезти в цирк. Нет, везут. Конечно, это же важнее. Детей же возили не в цирк, а ближе, на трассу. По водле телеграм-каналу Беломова, в учни у Рогачевского колледжа будовников без попереджения забрали с занятков, как с червоно-зеленой символикой привитали делегатов по шляху на сход. Ранецей до початку сходу рух у центра Минска был блокованный, а Палац Республики, где отбывался сход, оточенный силовиками. Тихари одни, гайовы, вон черти, упыри. После початку сходу рух по проспекте Незалежности отновился, а летягом дня по центральных улицах перемещалась спецтехника. А вось конвою и техники, как привозить арештованных у суды, не хотела, бо у всех забрали оховывать сход. Телеграм-канал Виктора Бабарыки поведомил, что минавито это стало причиной того, что суд над волонтером штабу Антоном Белленским перенесли. Одночасово со сходом по всей краине силовики зладили переслед активистов. У Витебску на три годины затримливали найстарейшего оппозиционера Бориса Хамайду. Для так званого «синего дому» на улице Ленина Борис Хамайда, звичайно, расповсюджуя незалежную прессу. От Тульяго и забрали разом с речами для профилактичной гутерки, попередивши, что затримливать и штрафовать будут что дня. Поведомленные про выклики для гутерки дежурству милиции для подъезда у ператрусы и затриманни приходят с Менску, Витебску, Могилёва, Речицы и Солигорску, где удельники с тачкаму опубликовали зворот с упроцсходу. Делегаты на это мероприятие избирались не местными собраниями, собраниями коллектива трудящихся, а назначались районными городскими советами, что не предусмотрено законом Республики Беларусь о республиканских и местных собраниях. Мы считаем, что назначены таким образом делегаты ВНС, не представляют интересы граждан Республики Беларусь. На переддне милиция заявляла о праце во усмотненном режиме и обещала не допустить беспорадков. У садсетков же заявлялися меркования як за вуличные протесты у День Сходу, так и супраць таких акций. Заявлялися и реакции на сход до его удельников. Антинародные делегаты, народ вас не выбирал, как и не выбирал организатора этого всенародного срама. Участвую в этом антинародном шабаше, вы становитесь участниками бандитской группировки, захватившей власть, и становитесь соучастниками преступлений этой банды. Тягом дня у разных районах столицы выстроивалися ланцюги солидарности, а у двора КБДУ зладили спонтанную спевную акцию. Дай, бухай, до сны зеленой стоплой жары. Ладилися акции с упроцходу и за межами Беларуси. Сегодня началось антибелорусское антинародное собрание. Согнали 2700 белорусов, которые как бы будут легитимизировать бывшего президента. Проводили ж удельников первого дня сходу Менчуки, гэ так само, як и сустракали, сигналами автомобилев. Ирина Дорофейчук, Белсад. Трохразовая призерка олимпийских гульня у поплавания, а теперь старшиня Беларусского фунду спортовой солидарности Александра Герасименя дослала открытый лист Лукашенко, у яким пише, что усы белорусский народный сход не представляет белорусского народу. А самого Лукашенко белорусы ненавидят и марать про его насыход. Урывок листа вашей увазе. Уваусяго гэтага агульнонационального кашмару ёсць назва «Гэта вы, Александр Лукашэнка». Абраняючы свой трон и недатэкальнаць, вы, грамадзенін Лукашэнка, не грабуеці нічым. У вас нема аніяких моральных прынцыпаў. Вы прагнятайці і зніщаеці свой народ, думаючы, што ён вас любіць. А ён ненавидзіць і просіць, каб вы худчэй сышлі. Вы шмат абяцайцца, але ніколі не выконываеці сваіх абяцанняў і ніколі не адказываеці за свае слово. Вы трымаеціся за ўладу з ўсіх сілу, не глядзіча на тое, што вашай рукі ўжо палокаць ў крыві. Вы зніщаеці тых, хто думай інакш ці незгодны. Вы разбурылі практична ўсе галіны ў країні, ставячы на месцы не профісіаналу, а толькі тых, хто ўмее пагаджацца, падтакваць ці выконваць ваша асабістыя указы. Про якую будучыню, мовыць мараць беларусы, калі за 20 годзі з країны з'яхалі сотні тысічов чалавек. Країну пакінулі самая лепшая, самая таліновітае і смелая, бо не змаглі змірыцца з вашым хамствам, жорсткацццю і безпринцеповыцццю. У спорці, прагулявшы забех ці заплыв, матч ці марафон, спартовіць заховае годнасць і рыхтуецца да наступных спаборніцтву. Выш, прагулявшы выбары, да не признавшы ўласны паразы, зарабіліся соромам країны, крывавым соромам. Адмовіцца ад нейтралітету Конституція падрыхтаваць новы праект асновнага закону країны до правісті референдум. Такія заявы прагучалі на усі Беларускім Народнам Сходзі. Адзначалі і прайоретет Расія ў замежный палітаці Беларуся. Таксама небезпеку новых планованых терактаў, які рыхтуюцца ў країні. А гучу Лукашэнка і ўласны умовы сыходу з пасады. Праўсё падрабязні Кирыл Семяглікаў. Стомлены твары делігаў і адсутнаць на іх медычных масак. Сваю даўгую прамову Александр Лукашэнка пачаў не спіраліку досягнення ў сваўго 26-гадовага правлення, анібы сплану захопу лады ў Беларусі. Была прэдпринята папытка не цвятной рэволюцій, а мятяжа. Па принципу, сматріце, как назвали, блицкрик. Традыцыйна Лукашэнка узгадав другую сусвятную вайну, а так само лёсы диктатора у Муамара Каддафі і Садама Хусэйна. У беларускім кризісі ён і знов обвіноватіў вонкавае сілы. Мы знаем абсалютна адназначна і точно, што ані ад нас не адступіцца. Што ж, до проекту новой конституцій Лукашэнка заявіў, што ён будзе готовы цягам году. На пачатку наступнага мае адбыцца референдум. Толькі ішы некалькі місяццаў таму сход падаваўся звусна ў Лукашэнкі як мерапрыємства для дыялогу і праймярэння. Як мінімам, там мусіў адбыцца дыялог поміжулады і опазыцій. І мусіў быць затвержаны проект конституцій. Фактична проект політичной реформы. Аднак планы невядома, чаму змяніліся. Гэта махлярская і маніпулятивная техніка, калі адабраных людзей прывозяць, паслухаць там выступ правадыра. Рэжыму для імітаціі народной падтрымкі. Нічога іншага за гэтым не стоїць. Ніякай дыскусіі там не будзе і быць не можам. Паводля експертаў відавочна. Удзельнікі сходу адзіна галосна падтрымаюць кожну ідею з трибуны. Напрыклад такую. Адмова Беларусі ад нейтральнаці. І выбар галовным прайорететам замяжной палітыцы Расеї. Замацаванне ў конституція імкнініні Беларусі до нейтралітету не адповідає бягучій сітуацій. Прапануюць улічыць дадзіна аспекту працы над поправками до основного закона нашай країны. Што ж, да Лукашэнкі, і он сказаў, што можа сісті адзуладалі пры двух умовах. Першы пункт – тишиня і спокій Україні. Вторым пунктом мы запишем, що ні один волос із вас і сторонників нынешнього президента упасть не може. Вот поэтам я предложился Беларусскому народне собрання зробити конституційним органом. Тим не менш свою промову галовны выступовця скончил знайомай уже думкой. Потому що любимую не отдають. Лукашэнкі мае довір двух тратінаў насельництва. Гэта калі віра ціфіцинным ліжбам, опублікованым дзержавнамісьмі. Напереды дні агентства Белапан нарэсті агучала, што за організація праодзяла масштабная соціалагічнае даследвання сірут грамадзінаў Беларусі. Ярослав Стешек пратягні. Бліскрік не удался. Жывы ефір са з'їзду прихільніка ў Лукашэнкі глядзять мільйоны людзей. Прынамці так заявіў сам Лукашэнка. Дзержавныя телеканалы обяцалі широкую грамадскую дискусію. А мы спыталі Менчуковці будуть яны сёння і завтра глядзять телетрансляцію усі Беларускага Народнага Сходу. По дзержавным ты бачліній, конешні, не буду. Я телевізерні гляжу ўже с августа. А што там сматрець? Азарёнка што лі? Как морды Лукашэнка увежу, мене сраза бліваць хоче. Ну, што ў нега тетюрка. 27-й з'їзд КПСС. Одну, один, один. Черговый раз Лукашэнка, яго набліженая дэгу людзі, спрабуюць показаць, што нейкая народна патрымка ў їх ёсць. На 13 меншуков, які не будуть глядзіць трансляцій з урочыстага з'їзду, толькі чатвёра глядзіць гатовыя. Ещё буду смотреть, подавця мене інтересуєшся, обсуждають в моїй стране. Обязательно буду глядзіць, патаму, што я за Біларусь, за нашого президента. Білсад – не соціологічная служба, таму гэтае апытання нясе выключна ілюстративны характар. Але якраз напередадній дзержавныя СМІ заявіли, што Лукашэнка мае узровінь доверу дзве тратіны. Паводлі масштабнага даследавання, праведзінага аналітичным центрам «ЭКОМ» разам з фондам «Украінская палітыка». Нібыта яны апыталі 10 тисяч беларусов. Правда, спадшатку была толькі заява Александра Лукашэнкі ад другога лютага, што даследуванне ідея, а потым ўже дзержавныя СМІ ў першыню праяго згадалі. Центр «ЭКОМ» з'явіўся ў СМІ ў 2004 годзі і ўасновным ёго імя з'являлася тады, калі трэба було пацвердзіць высокій рейтінг, высокій доверда Александра Лукашэнкі. Калі казаць пра дадзіны, заходныя матеріалы, лічбы даследуванню, то публіцы іх не паказувалі. І мы нават не ведуім конкретных формулёвак пытаннів, які задаваліся людзям. Центр «ЭКОМ» немае інтернет-сторонкі, не публікуе повных справоздачаў даследуванняў, як саправдныя соціологічныя центры. Невядомыя імёна соціологаў, ёсь толькі кераўнік. Чалець праўладнага саюзу письменнікаў Сяргей Мусіянка, які на дзержавных каналах называецца палітологам. А фонд «Украінская палітика» пад кераўніством Константина Бандарэнкі ва Украіне ведомы тым, што падчас выбараў 19-го года прадказваў, як популістычныя і прарасейскі кандыдаты набліжаюцца да перамогі ў першім туры, а яны потом занялі сёмая і восьмая міцца. Цепер яны кажуць пра высокі рейтэнг Лукашэнкі якраз перад з'яздам актыву. Усі гэтэя далігаты прызначныя, прафільтраваныя і вытыпаваныя паводле принципу лояльності і бездакорності. Гэта ўжо што тычыцца самога выбару далігатова, што тычыцца самога правядзіння такой вот масовкі, ну там пра якісті дыялог, дыскусію, обмеркавання набалілых справавнім на вот такі форматы не дазваляю любым випадку. Калі далігаты не прадставляюць большыць беларускага народу, то навошта тады Лукашэнку їх збіраць. Па перше, якаб паказаць, што ўсё пад контролем, а падругое, терміново падрамантаваць сваю легітымнаць, каже дырэктор Беларускага інстытуту стратыгічных даслэдыванёў БІС. Гэтэя выбары, каторэя адбаліся ўжнивні, они па просту, ну, ваў цім грамадцтві не выклікаюць довіру у тымліку унутри чиновенства і у тымліку у Расей. Па кэтамо гэта сваясабрівы такі субстытут для легітымнація. Ізлучаны штаты і Євразвяз ўжо заявілі, што ўсі Беларускі Народны Сход нелегітымная конферэнція, бо туды не можа трапіць ніхто, апроч прыхільнікаў дзейнага палітичнага рэжыму. Ярослаў Стешык, Белсат. Пасле больш як паўгода закратамі распачалося першы судовыя пасіджыня ў справі блогіраў Александра Кабанова і Сергея Пятрухіна. Яны проходзець пасправі Сергея Тихановскага. Надзеў Бельскае працягне. Городня 29 га травня летось мінавіта загэты стрымця пера віноваць 10 особов офіційна за організацію падрыхтоку дзенеў, які груба парушаюць грамадскі парадок. Утымліку блогіраў Александра Кабанова і Сергея Пятрухіна. Их затрымалі яше ўчэрвіні з розніцей адзін день. Сё не отбылось перше паседжане. Процес вядзе Вольга Краўчанка. Блогіры булі ті, хто велимі мосно званіл ў званы. І гадрі звон був пачуўты сотнями тысш людзей. Тому яны ворогі для Лукашанка, для ёго режима. Яны героі для людзей, а для режима ворогі. У залу суда не пустили ні незалежных журналистов, ні поплешнікаў блогіраў. Офіційна скончыліся месцы. Я бы никогда в 90-м году не пырял, шо через 30 лет такое буде. Это ужас просто. Это хуже, чем те самые плахі застойны времена во времена правліня КПСС. Яшы адзін фігурант справы Тихановскага, координатор ініціативной групы Светланы Тихановскай ўгородні і адміністратор Теліграмчата «Страна для жызні» Дмитрый Фурман науза кратами с 29-го травня. Ягуная невеста была вымушена з'ехать ў Литву. Надеемся на лучшее, конечно же, что ребят отпустят, они все невиновны. Но, видя наши, как судят ребят, такие суды сейчас проходят, то надежда не самая лучшая. И вот это вот всё тянется, тянется, тянется. Одно і то же говорят, непонятно, о чём говорят. И такое ощущение, что заседание суда просто искусственно затягивается. У Витебску на 40 базовых величин утобок на 1160 рублёв суддя Михаил Зубеня покарал пенсионерку Валентину Крыштопенку за уделу гэтым ролику. Власть при всех чинах и капиталах верит, что всегда права она. Это инвалиды первой группы, которые получают мизерную пенсию. Что они хотели от меня, чтобы я год голодала, за квартиру не платила. Я не знаю, о чём они думают, когда это творят. Карают и процентовников бизнеса в Беросте за порушение правил гандлю крама национальных товаров князь Витаут мая платить штрафу, а маль, что 6 тысяч рублёв. Почалось это еще полторы годы тому, может, и два, с той тишотки, где была выява автозака и надпись «Welcome to Belarus». Ну, а уже совсем жорстко. Это всё стало отбываться перед выборами в Жнивне. Ну, и после их так само, конечно. В Пинску мясцовый активист Сергей Супранович домогался справедливости от ГАУ за сотни, что и он провел в мясцовом изоляторе. Сергей сразумел, что 13 рублёв на день задорого за ту ежу, что там дают. Представитель СГОВД Верич подтвердил, что даже если взимать будут не только 15 рублей за сутки ВВС, но и более, а кормить ему будет приказ и меньше, чем за 5 рублей, там, за 3 рубля, будут кормить за 3. Тем часам мать загинулога Романа Бандаренки выказала жаданья, отделеншась у судовым процессе над журналисткой Катерины Борисевич и доктором Артёмом Сорокиным. Иные опубликовали документы, которые свечут про то, что роман был у Цвярозы. Суд начнется 19 лютого. Надия Бельская, Белсад. Беларусы супрацессу беларуского народного схода Лукашенко и они мают самое, что пропоновать для развития краины. С таким посылом произошла акция каля беларуской амбассады в Вильне. Что казали, открытый микрофон там, где этого делать не перешкоджают, расповеде Вольга Гоманова. Открытый микрофон для амбассады Беларуси в Вильне стал альтернативой Усебеларускому народному сходу, який стартовал у Менску так само 11 лютого. Живи, Беларусь! Живи! Живи, Беларусь! Живи! Живи, Беларусь! Беларусь! Живи! Беларусь! Беларусь в Вильне вырешили собраться разом на знак протеста супрацпоказухи Усебеларуского народного сходу. Тому, конечно, мы выступаем супрацпоказухи. Это просто для меня протяг усяго, что началось с 9-го жнивня. То есть это просто протяг. Ну и тому мы, як и гэтая походы, не спынялись выказывать свой протест. И зараз протягуем робить то и ж самое. На акциях брали слова активисты из разных организаций. Таких, як Допамога, Народная амбасада Беларуси у Вильне, ды іншые неабыяковые беларусы. Мы здесь свободны. И несмотря на то, что даже сегодня три часа дня и рабочее время, каждый из нас, кто смог прийти, посчитал это очень важным. И мы хотим показать, что мы ни с какими препятствиями, скажи, какие препятствия нас не остановят. И мы будем вместе с теми людьми, кто есть там. Акцию сопроводжали гуки трубы, на якой грау музыка утякач з Беларуси Тим Суладзе. Вольга Гоманова, Белсад. Якие помылки улада управели до цепережнега непринятия их народам, да и политичного кризису. Про гэта у размове Владимир Мацкевич раздважается старшинем партии «Справедливый свет» Сергеем Калякиным. Глядзите далей в нашем эфире. У объекты вяжь гэта были усе новины. Больше актуальной информации пропануем у телеграм-канале Белсад. Доброго вечера, заставайтесь разом с нами. Редактор субтитров А.Семкин